Доброе утро! Всем здравствуйте! Я сейчас буду завтракать. И у меня сегодня на завтрак будет запеканка творожная с бананом. Немножко она у меня тут развалилась, но она сейчас очень горячая, только-только из духовки. Будет также кофе с корицей. И вот хотела показать вам, что я часто нахожу рецепты для завтраков вот в такой вот книжке. Это, собственно, книжка. Ну вот я сейчас готовила по этому рецепту. Я по нему уже делала досконально, дословно. Сейчас просто заменила ягоды на бананы. А вообще книжка выглядит вот так. Это книга гастронома, журнал «Гастроном», может быть, знаете, про завтраки. У них огромная серия книг. Я их просто обожаю. Для меня это лучшие кулинарные книжки. Всем-всем советую. Ну а тем, кто кушает, тем приятного аппетита! Ну что, я уже собралась, как вы можете видеть. И по поводу моих планов на сегодня, сейчас я хочу сходить на официальное открытие парфюмерного магазина «Золотое яблоко». Он существует в нескольких городах. Я точно знаю, что есть в Екатеринбурге. По-моему, он изначально из этого города. Сегодня, причем, последний день их открытия. Оно длится целых три дня. Но вот у меня только сегодня получилась возможность туда сходить. Хочу сходить, посмотреть, что там есть интересного. Там говорят скидки нереальные, всякие мастер-классы и так далее. Посмотрим, что реально будет интересного. Я вам что-нибудь поснимаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, иду я уже домой. Прикупила кое-что себе. Так, если честно, из-за такого количества народу даже сложно сосредоточиться, что-то выбрать. Я и не могла сконцентрироваться, сфокусироваться на въезд и сигналят друг другу, сколько желающих. Вот в подарочек несу себе яблочко. Из-за этого яблока у меня Рафаэлки и мои покупки. Я ходила одна и в этом смысле немножко жалко, потому что с кем-то было бы веселее, но одно и то же хорошо. Я говорю, я растерялась от количества народу, но было интересно. Ну что, я уже дома. И, в принципе, все я рассказала вам по ходу дела, как развивались события. Ну, в общем, общее впечатление. Мероприятие довольно грандиозное. С размахом, учитывая, что все это длится три дня. Три дня вот эти аниматоры, три дня фотографы, три дня мастер-классы. Приезжала к Рыгина вчера туда, но вчера у меня вообще никак не получалось сходить, поэтому ладно. Что еще там было интересного? Какие-то лекции там должны быть сегодня про селективную парфюмерию, но они поздно вечером, по-моему, с 8 до 9 или с 7 до 8. В общем, в это время я совершенно никак не могу быть в этом магазине ни на каких лекциях. Поэтому я просто сходила туда, там что-то посмотрела, кое-что купила. Расскажу это в видео о своих покупках. Ну, по крайней мере, включу это в общее видео о покупках. И сейчас, наверное, будем отдыхать и готовить ужин. В общем, какие-то такие домашние дела. Может быть, поснимаю, может быть, сниму что-то другое. В общем, увидимся в следующем эпизоде. Привет, девочки! Сегодня уже другой день, как вы, наверное, догадались. Что-то у меня тут? Все нормально. Я иду по своим делам. Мне нужно несколько мест зайти. Магазин ткани я хочу. И я хочу зайти в обувной магазин, где я покупала свои распрекрасные сандалии, потому что у меня с них, не поверите, начала слазить вот эта вот краска. Хотя их было только один раз. И это неожиданность для меня. В общем, посмотрим, что у них скажется в обувном. К нам вернулось лето. Снова солнышко и тепло с нами. Я вообще в шортиках и в маечке. Красота к градусу 25, наверное, уже. Сейчас утро. Субтитры подогнал «Симон» Сейчас пойдем в магазин. Вот этот, Альба. Создавать вопросы. В общем, ситуация следующая. Значит, обувь мне не поменяли. Это сразу скажу. Якобы этот вот дефект, он естественный. То есть у них даже сейчас, когда я мерила в этом магазине обувь, я в двух причем была его пеляла. С ней все было нормально на витрине. И с моей, естественно, тоже. А сейчас даже обувь на витрине стоит с облезшим покрытием. В общем, просто позор какой-то для магазина. Ну да ладно. Ну, нет и нет. Поношу сезон хорошо. В общем, суть в чем. Уже сейчас, придя домой, я поняла, что я все-таки сдам эти сандалии, потому что они облезут совсем все. И это будет совсем некрасиво. И зачем они мне такие нужны? Просто сделаю я это уже не сегодня, естественно. Потому что я уже вернулась из этого магазина. Может быть, на днях пойду и буду искать сразу новые. Потому что просто как бы, ну, мне же нужна замена будет. Вот. А на что я рассчитывала? Я хотела сдать их. Я понимаю, что поменять нельзя уже ношеный товар. Но я хотела сдать. И сразу, если это просто брак моих сандалий, как я думала, я хотела купить там же новые, этого же размера. Но, во-первых, нет размера. Во-вторых, оказывается, это в целом очень плохое качество вот этой краски. Она слазит с любых сандалий из этой партии. Поэтому вот так. А сейчас я хочу приготовить вот такой вот пирог с карамельными яблоками и корицей. Не знаю, один у меня получится или два. И если вам интересно, то это мой любимый кулинарный журнал «Хлеб-соль» за июль-август. Вообще, хотела сказать, что если вам интересно, потому что я знаю, что меня смотрят девочки, кто любит готовить, я могу сделать видео в своих кулинарных книжках. Ну и рассказать, может быть, об этом журнале тоже, если кому интересно. Это не так, что если вам интересно, то я могу с удовольствием поделиться. Для этого пирога, для этих пирогов нам нужно будет слоеное тесто бездрожжевое, то есть пресное, как здесь указано. И, кстати, это чистое совпадение, что тесто у меня тоже с изображением Юлии Высоцкой, так и журнал, вот просто всегда его беру. Яблоки зеленые, масло сливочное немножко, корица, одно яйцо, немножко муки, сахар и лимонный сок, чтобы яблочки наши не потемнели. Первое, что я сделала, это убрала у яблок сердцевинку и нарезала их достаточно тонкими ломтиками. Вот вы видите примерно толщину. И забрызнула лимоном, чтобы они не темнели, хотя все равно вот некоторые уже начинают темнеть. Видимо, хорошие яблоки натуральные, много железа. Так что приступаю сразу к следующему этапу. У меня тесто было в квадратных пластах. Я его разделила каждый пласт, их было два на две части. И слегка раскатала. Как видите, мне тут помогает их раскатывать. Сейчас будем делать дальше. Мы накололи наше тесто вилочкой, примерно отступая сантиметр от края, где-то больше, где-то чуть меньше, чтобы оно как бы вот в центре, где вилочкой накололи, не поднялось, а края были чуть-чуть пышные. Дальше я смазала тесто сливочным маслом растопленным и присыпала сахаром. Можно взять тростниковый сахар, он даст более такую карамельную нотку этой выпечке. Вот так вот получается. Я выложила яблочки, присыпала их корицей. Края теста смазала взбитым яйцом. И сейчас отправляю вот эти две слоечки в духовку на полчаса примерно. У меня только в две влезло на противень, поэтому буду выпихать в две партии. Но ничего страшного. Вот такие вот слоечки у меня получились. Это первые две. Немножко они уже опали, пока я тут взялась за камеру, чтобы их снять. Но ничего, я думаю, они все равно должны быть очень воздушные и нежные. Я, наверное, буду их есть с шариком мороженого. Что и вам советую, если решите себе идеальное дополнение для яблок с корицей, слоеного теста. Просто ммм, как вкусно! Итак, вот мой сегодняшний ужин. Это, правда, весь мой ужин. Я как-то больше ничего не хочу, потому что жарко. И вообще, не знаю, не захотелось сладкого. И я вот купила себе клубники свежие, мороженого. В общем, сейчас буду наслаждаться таким ужином. Нетипичным для меня абсолютно. И желаю вам отличного настроения. Увидимся с вами в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok